28 июля по православному календарю день почитания равноапостольного князя владимира внука равноапостольной княгини ольги родился будущий князь владимир в 963 году воспитывал владимира брат его матери язычник добрыня в 980 году в разгар войны между братьями владимир пошел на киев в котором княжил его старший брат ярополк победив брата владимир стал править в киеве он распространил пределы своей державы от балтийского моря на севере до реки бук на юге на киевских горах он установил идолов которым стали приносить человеческие жертвы тогда погибли за христа варяги феодор и иоанн обстоятельства их смерти произвели на владимира сильное впечатление и он начал сомневаться в истинности языческой веры по приглашению князя в киев приходили проповедники из разных стран князь расспрашивал об их вере и каждый предлагал свою но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник который в заключении своей беседы показал ему картину страшного суда по совету бояр владимир отправил 10 мудрых мужей чтобы испытать на месте чья вера лучше когда они русские послы прибыли в константинополь то великолепие софийского храма стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души и знали говорили они потом владимиру на земле мы стояли тогда или на небе а бояре тут же ему вспомнили что и ольга выбрала именно веру греческую владимир решил креститься но не хотел подчинять русь грекам поэтому вскоре после возвращения послов владимир пошел войной на греков и взял херсонес отсюда он отправил послов к императору василию и константину с требованием руки сестры их царевны анны те отвечали ему что царевна может быть женой только христианина тогда владимир объявил что желает принять христианскую веру но прежде чем невеста прибыла в херсонес владимир был поражен слепотой в таком состоянии он познал свою духовную немощь и приготовился к великому таинству возрождения владимир крестился и был наименован василием при выходе из купели он прозрел душевными и телесными очами и избытки радости воскрикнул теперь я познал истинного бога христианские священники собирали народ и наставляли его святой вере наконец святой владимир объявил в киеве чтобы все жители явились в определенный день на реку для принятия крещения и в назначенный день жители киева собрались на берег днепра сюда явился сам владимир с христианскими священниками все киевляне вошли в реку кто по шею кто по грудь взрослые держали на руках младенцев священники на берегу читали молитвы а святой владимир молился богу и поручал ему себя и свой народ подписывайтесь дорогие друзья на канал пусть ваши знания будут самыми добрыми до новых встреч